Сегодня у нас в гостях Институт управления экономикой и финансов Казанского федерального университета. А на наши вопросы ответит руководитель Центра магистратуры Юлия Николаевна Горелова. Здравствуйте. Добрый день. Ответственный по вопросам приема Института управления экономикой и финансов КФУ Руслан Анатольевич Уленгов. Добрый день. Добрый день. Перед тем, как мы перейдем к вопросам, напоминаю, абитуриенты, вы свои же вопросы можете задавать в группе ВКонтакте Казанского федерального университета. И такой вопрос, какой проходной балл для специалитета экономическая безопасность? Значит, проходной балл только пока известен на контракт. Дело в том, что на данном направлении раньше не было бюджета. Бюджет есть только в этом году. Это первый набор с бюджетом. Ну, по предположениям, он будет порядка 265. Вот мы думаем так. Ну, а на контракт проходной балл по опыту прошлого года 175. А на бюджет проходной балл будет такой, я думаю, высокий, не меньше, чем на экономике бакалавриате. А какой уровень ЕГЭ по математике необходимо сдавать для поступления в ваш институт? Базовый или все-таки профильный? Данный вопрос был модным в прошлом году, но до сих пор его сдают, как правило. Итак, дорогие абитуриенты, если в плане приема любого вуза, КФУ, любой вуз России, если в плане приема написана математика, то это означает профильная математика. Если математику вы не сдаете или сдаете базовую математику, к нам вы тоже можете поступить. Есть такие направления, как туризм, гостиничное дело, где можно поступить с математикой базовой. То есть можно ее вообще не сдавать или сдавать базовую. А так вот все направления, где математика в плане приема стоит, то это математика профильная. Такой вопрос поступил. Можно ли перевестись в институт с другого университета или же другого направления? Можно. Можно, но в этом случае нам нужно будет сравнить ваши учебные планы, тот учебный план, по которому вы обучались в другом ВУЗе, с тем учебным планом, по которому вы предполагаете, что будете обучаться в Казанском федеральном университете. После данного сравнения формируется так называемая академическая разница, и мы оцениваем, реально ли вам за тот срок, который у вас есть, сдать эту академическую разницу. Если реально, то да, конечно, вам можно перевестись из другого ВУЗа в Казанский федеральный университет в институт управления экономики и финансов. Это даже очень удобно получается. Вот такие бывали случаи, когда абитуриент имел по математике 27 баллов. Для КФУ этот балл непроходной, то есть все ВУЗы, которые подведы Минобру науки, проходной балл по математике 39. А вот есть ВУЗы, неподвенственные Минобру, у них математика 27. То есть, получается, можно поступить в ВУЗ, где математика 27 уже проходной балл, полгода проучиться и уже переводиться в ВУЗ мечты Казанской федеральной. То есть это хороший выход. Да, главное успешно сдать первую сессию, и после того, как вы закроете первую сессию без долгов, хорошими оценками, в этом случае дальше вы можете запускать процесс перевода. Возвращаясь к вопросу про математику базовую и профильную, если я, допустим, сдала базовый уровень, могу ли я пересдать профильный в КФУ? В КФУ могут сдавать любой экзамен, не только математику, ограниченный ряд лиц. Это те, кто закончил колледж, техникум или училище. Это иностранцы или россияне, которые закончили в этом году зарубежную школу. Если же вы обычный абитуриент, то есть выпускник школы, то уже нет. То есть вот, если вы неправильно выбрали ЕГЭ и передумали, то вам только обращаться в Миноборнауки, если они вам разрешат, то, наверное, можно. Но в КФУ сдавать право математику не имеете. Хорошо. А вот такой вопрос опять поступил. Зачем поступать в магистратуру? Чем магистратура отличается от краткосрочных курсов на популярных образовательных платформах? Очень хороший вопрос, очень актуальный. Причин, по которым можно поступать на магистратуру, несколько. Очень частая история, когда абитуриенты, поступая на бакалавриат, совершают не вполне осознанный выбор. И проучившись 4 года в бакалавриате, они понимают, что то, чему они учились, на самом деле не их. И магистратура в этом случае дает шанс поменять свою образовательную траекторию. Допустим, вы обучались в бакалавриате на юриспруденции, но вы понимаете, что для того, чтобы, допустим, открыть юридическое агентство, вам не хватает знаний по экономике и по менеджменту. И в этом случае вы поступаете на магистратуру соответствующую и получаете полноценную подготовку по данному направлению. Второй круг абитуриентов, который к нам приходит, это люди, которые хотят дальше совершенствоваться по тому направлению, которое они изначально выбрали. Очень часто такая история у нас случается с бухгалтерскими программами. То есть люди, которые учились на бухгалтерском учете в бакалавриате, с удовольствием приходят на магистратуру по аудиту и финансовому менеджменту в рамках направления экономика. И третья категория абитуриентов, это так называемые профессионалы или молодые профессионалы. Это люди, которые уже имеют определенный опыт работы и понимают, что им не хватает каких-то компетенций. И за этими компетенциями они как раз приходят в магистратуру. Чем мы отличаемся от краткосрочных курсов? Любая магистрская программа, которая производится у нас в институте, это выверенный от начала до конца концепт, где все предметы, они как бусинки на ниточке, друг с другом связаны. И только пройдя через весь пул этих дисциплин, через весь цикл, вы получаете ту квалификацию и ту компетенцию, которую должен иметь профессионал в той или иной области. Это первое такое основное отличие. И второе, это, конечно, живое общение с реальными специалистами в той или иной области, как с практиками, которые в большом количестве работают на наших программах, так и с выдающимися учеными, профессорами, доцентами, которые занимаются исследованием в той или иной области. И как раз комбинация этих двух факторов и дает нам весомое преимущество на образовательном рынке. А когда начинается прием на магистратуру и экзамены сами? Для иностранцев прием документов уже стартовал, и в мае начнется первая волна вступительных испытаний. Что касается российских абитуриентов, то прием документов начинается с 20 июня. Основная волна вступительных испытаний – это конец июля, начало августа. Если я правильно помню, с 29 июля будет заявлен период основных вступительных испытаний с 29 июля по 13 августа. Вот такой вопрос про заочную форму. Предоставляет ли общежитие студентам, поступившие на заочную форму обучения? Я бы на это не рассчитывал. Конечно, возможно, ситуации, если на время сессии есть свободные места в общежитии, то в теории могут быть даны. Но на самом деле такого бывает крайне редко. Общежития не освобождаются. На это лучше не рассчитывать. Начисляются ли дополнительные баллы за аттестат с отличием? За аттестат с отличием при поступлении к ФУ добавляется 5 баллов. И 5 баллов – это очень много. Каждый год у многих направлений судьбу поступил на бюджет или не поступил, решает 1 балл. Поэтому 5 баллов – это очень много. А за волонтерство и спортивные достижения? Ну, из спорта ГТО 2 балла. Опять же, это тоже много. Волонтерства нет. Волонтерство баллы при поступлении не дает. Имеется ли в КФУ военная кафедра? Нет. Военной кафедры, КФУ нет. Такой вопрос. Есть ли возможность перевода с договорной формы обучения на бюджетную форму? И как это делается? Процедура перевода Юльника написывала. То же самое. То есть перевод что на контракт, что на бюджет. Процедура одинаковая. То есть абитуриент. А, студент уже должен первый семестр закрыть. Нет, давайте я более подробно расскажу об этом. Значит, перевод с контракта на бюджет возможен при наличии бюджетных мест. Соответственно, кто-то должен отчислиться с программы, и бюджетное место должно освободиться. Бюджетные места обычно вывешиваются на сайте КФУ. И в том случае, если студент претендует на это бюджетное место, то собирается пакет документов, заявлений, его достижения, сведения об успеваемости. И специальная комиссия рассматривает данное заявление и либо его принимает, либо отклоняет. И уже потом, соответственно, перевод либо совершается, либо не совершается. Возвращаясь к вопросам о магистратуре, какие программы есть в вашем институте? Институт управления экономики и финансов реализует очень широкий спектр программ. У нас 9 направлений. Есть те, которые закреплены за нами исторически. Это экономика, менеджмент, финансы, государственное и муниципальное управление. Дальше мы в этом году добавили туризм и педагогическое образование. Кроме того, у нас очень сильный блок по естественно-научному направлению, или так называемым наукам о земле. Это экономическая география, картография и геоинформатика, и природообустройство и водопользование. Всего 9 направлений. В рамках каждого направления существует несколько программ. Если говорить о программах направлений экономика, то здесь мы предлагаем абитуриентам несколько. Одна из самых популярных программ – это аудит и финансовый менеджмент, который я сегодня уже упоминала. Эта программа пользуется большой популярностью, потому что она аккредитована профессиональной ассоциацией бухгалтеров всемирной АССИСЕЙ. Вторая программа, которая очень востребована в современных условиях, когда все больше людей говорят о больших данных и об анализе данных, это финансовая аналитика, которая существует в двух формах обучения – в очном и в очно-заочном. Помимо этого, программа, которая востребована практически всегда, называется она «Экономика и управление организацией – отраслевой аспект». Здесь мы можем говорить о двух формах обучения – это очное и заочное. Кроме того, один из форматов очного обучения – это очная форма обучения с применением дистанционных технологий. Помимо экономики и управления организацией, мы в этом году заявили еще программу по международному бизнесу, и также у нас есть специализированная программа, реализуется только в заочной форме – учет, аудит и финансовый консалтинг. Второе популярное направление – это менеджмент. Здесь мы реализуем программу общий стратегический менеджмент на английском языке. Кроме того, данная программа предполагает сотрудничество с зарубежными вузами и у студентов, которые обучаются на этой программе, есть возможность получить диплом европейского вуза. Кроме того, есть программа «Бизнес и менеджмент». Здесь речь идет о корпоративном управлении, управлении проектами, управлении рисками. И интересная специфичная программа – управление проектами в сфере социального предпринимательства, где ребятам есть возможность разработать свой собственный социальный проект и не только разработать, но и реализовать. В рамках направления «Финансы и кредит» мы в этом году, наряду с нашим традиционным профилем «Финансы», мы заявили также «Исламские финансы», к которым также наблюдается достаточно большой интерес среди абитуриентов. Итак, следующее направление – это государственное и муниципальное управление. В этом году в рамках данного направления мы открыли новую программу «Управление умным городом». И на примере Казани мы можем наблюдать то, как важно, чтобы все процессы в городе координировались. И здесь мы будем затрагивать наряду с вопросами госмуниципального управления еще и вопросами информационных технологий в этой сфере. Но программа «Госстарственная политика и управление», которую традиционно мы всегда реализовывали, она в этом году останется в заочной форме. Что касается природообустройства и водопользования, то по данному направлению мы реализуем две программы. Одна в очном формате, другая в заочном. Очная программа – это реабилитация территорий природных и техногенных катастроф, заочная – урбоэкология. По географии – это программа экономической географии и пространственного развития территории в очной форме. И по картографии геоинформатики – это геоинформационные и космические технологии в экономике и управлении. Подробно со всеми программами, с их содержанием, с тем, какие дисциплины входят в их состав, вы можете ознакомиться на сайте Центра магистратуры в разделе «Абитуриенту-2022», где содержатся презентации программ, а также подробная информация о каждой из них. Спасибо. Можно ли поступить на сокращенную форму обучения после техникума в ваш институт? По правилам приема, прием только на первый курс. Были времена, когда можно было поступить сразу на второй курс или третий курс. То есть абитуриент после техникума колледжа банковской школы поступает на первый курс, пишет заявление о перезачете предметов, которые он прошел в колледже, и деканат, как правило, эти предметы пересчитывает, и программа ускоряется. Но это уже решается после поступления, прием на первый курс. Ну, как правило, очно сокращается обучение на год, кто поступает на очно-заочно по экономике на полтора года, если профильный колледж, например, банковская школа. А после магистратуры, точнее до магистратуры, начисляются ли дополнительные баллы за диплом бакалавриата? Хороший вопрос. Значит, диплом включается, копия диплома включается в состав портфолио, которое абитуриенты формируют при поступлении в магистратуру. И в зависимости от среднего балла диплома начисляется балл за портфолио. Подробнее о том, сколько баллов можно получить за диплом, с какими оценками, прописано в программе вступительных испытаний по каждому направлению на сайте приемной комиссии. Вы можете с этим ознакомиться. А какие документы необходимо предоставить при поступлении в магистратуру? Набор документов, он, в принципе, стандартен. То есть любой абитуриент подает документ, который удостоверяет его личность, документ об образовании, то есть бакалавриат – это аттестат, кто поступает в магистратуру, это диплом о высшем образовании. Ну и фотографии. Кстати, вот по поводу диплома я бы хотел добавить, что часто бывают такие случаи, что выбирается, какой абитуриент пройдет, баллы у них одинаковые. И вот мы считаем средний балл диплома. То есть при прочих равных условиях средний балл диплома может… У кого средний балл выше, тот и проходит. То есть это тоже… Чем больше пятерок в дипломе, тем шансов больше поступить в магистратурный бюджет. А можно ли поступить в магистратуру на экономическую программу с дипломом химического направления? Да, это как раз то, о чем я уже говорила, что нет никаких ограничений по предыдущему высшему образованию. Пожалуйста, у вас может быть образование химика, образование физика, математика, юриста, биолога. Вы можете поступить в магистратуру Института управления экономики и финансов на любое направление. А сколько по времени длится обучение на заочной форме в магистратуре? На заочной форме обучение длится 2,5 года, так же, как и на очно-заочном. На очном обучении 2 года, на очно-заочном и на заочном 2,5. А помогает ли ваш институт с трудоустройством после окончания вуза? С трудоустройством мы помогаем уже во время учебы, не только после окончания. На втором курсе компании аудиторские и не только аудиторские приходят к нам, тестируют студентов и уже предлагают трудоустраиваться. То есть хорошие ребята, которые могут, умеют и успевают учиться и работать с успехом, трудоустраиваются. Но как такового распределения после учебы такого нет. Ну, конечно, помогаем, предлагаем вакансии. То есть у нас есть отдельный центр, который помогает ребятам трудоустраиваться. Мы собираем вакансии и предлагаем студентам, и в том числе выпускникам. Поступил такой вопрос. На какие направления больше всего приходят заявок, как на бакалавриате, так и на магистратуру? Заявок? Да. Ну, в бакалавриате все-таки это экономика и менеджмент. То есть те направления, которые собирают любую долю заявлений. И аналогичная ситуация по магистратуре. Экономика, менеджмент, добавлено, наверное, еще в государственное муниципальное управление и финансы. То есть так называемая 38-я группа, она пользуется большой популярностью у диабетурентов, хотя, естественно, научные направления тоже востребованы. Раньше такое было выражение, сколько человек на место поступает. Теперь оно, конечно, не очень правильное, но тем не менее, если мы пробовали почитать, на экономике на одно место бюджетное в среднем 20 человек ратендует. Вот примерно так. Можно ли одновременно подать заявление на бюджетную и договорную форму? Нужно, я бы сказал. То есть это вас ничему не обязывает, вот вы можете подать на 5 направлений. Если вы подали на экономику и на контракт, и на бюджет, это одно заявление. Просто может быть так, что вы подали на бюджет, дай бог, прошли, а если не прошли, может так оказаться, что прием на контракт уже окончен. Поэтому лучше подавать заявление и на контракт, и на бюджет. Можете рассказать подробнее об экзаменах для поступающих в магистратуру? Да, конечно. Экзамен для поступающих в магистратуру носит так называемый комплексный характер. Всего он состоит из трех компонентов. Первый компонент – это тестирование по направлению. Обращаем внимание на слово «направление». То есть в каждом направлении у нас несколько программ, но тестирование все равно на направлении. То есть если вы поступаете на, допустим, аудит и финансовый менеджмент, данная программа находится в направлении экономика. То есть вы сдаёте тестирование по направлению экономика. Дальше второй компонент – это мотивационное письмо. И третий компонент – это портфолио. Мотивационное письмо отражает ваше намерение и желание поступить в магистратуру. Почему вы хотите поступить, зачем вам это нужно, какие цели вы перед собой ставите, какое задело у вас для этого существует. И что касается портфолио, то у него тоже есть состав документов, которые в него входят. Это диплом о высшем образовании, это ваши достижения в академической сфере, в культурной сфере, в научной сфере. Это ваш опыт работы, а также участие в научной и грантовой хоздоговорной деятельности. Обращу опять внимание, что подробно обо всех критериях оценки мотивационного письма и портфолио вы можете прочитать в программе вступительных испытаний по каждому направлению на сайте приемной комиссии. Что касается портфолио и мотивационного письма, то мы начинаем собирать их сразу после того, как абитуриент подал документы. То есть как только вы подали документы, вы сразу можете отправлять мотивационное письмо и портфолио согласно требованиям на специальную почту. Почта также содержится в программе вступительных испытаний. И само тестирование, которое будет проходить в конце июля-начале августа, уже будет по тому расписанию, которое появится на сайте приемной комиссии. А два других компонента вы отправляете заранее. Когда начинается учеба у вас в магистратуре? Она начинается традиционно, также с 1 сентября, как в общем и обучение по бакалавриату и по специалитету. А заочники? В отличие от очного обучения, заочники учатся так называемыми модулями или сессиями. Таких сессий три в течение года. Первая – это конец сентября, октябрь. Далее – это зима, обычно конец января, начало февраля. И третья сессия – это апрель. То есть вот такие три модуля в течение года, когда к нам приезжают заочники. Осенью – это обычно полторы-две недели, а зима и весна – в районе трех недель. А как проходит очно-заочная форма обучения в вашем месту учебе? Очно-заочная форма – это, скажем так, новое название вечерней формы обучения. Магистранты учатся вечером, они учатся каждый день, но не каждый день, они учатся в течение всего года, всего срока обучения. Но обучение проходит начиная с 17.50, то есть практически с 6 часов вечера. Не более двух пар в день. Про бакалавриат на дополнение. Тут немного по-другому. Значит, кто поступает на форму обучения очно-заочную, это экономика, менеджмент. По субботам идут лекции, на лекции можно прийти, лекции идут в онлайне, то есть у всех студентов этой формы обучения формируется лишний кабинет, в котором аккумулируются лекции преподавателей. То есть если вы на лекцию не пришли, вы можете любое время прослушать, перемотать. И два раза в год приезжаем уже на сессию зимой и летом. На экономике формируются группы с возможностью не приезжать на сессию. То есть это, как правило, абитуренты, которые обучаются за рубежом. То есть можно обучаться на этой форме обучения, не приезжая на сессию. Но вот приехать на зачету диплом, это уже обязательно. Поступил еще такой вопрос. Можно ли платить за обучение частями? При поступлении на основании личного заявления абитурент имеет право оплатить половину стоимости, вторую половину, как правило, до конца ноября. А со второго курса то уже можно оплачивать по семестрам. По заявлению также. А кто относится к категории лица, имеющие особое право? Особое право, говоря проще, это льготники, это сироты, инвалиды и ветераны боевых действий. Какие льготы им предоставляются? Для абитуриентов особой квоты формируется отдельный конкурс. В плане приема уже есть эта квота. Например, до экономики это 4 человека. Если льготников 4, поступят все. Если льготников 5, то поступят 4, у кого больше баллов. А что значит целевое обучение? Целевое обучение это абитуриент обращается в организацию и предлагает свои услуги. То есть он отучится и обещает у них отработать. Организация может дать целевое направление контрактное. То есть организация оплачивает по договоренности полную сумму абитуриенту или половину стоимости и отрабатывает столько лет, сколько они договорятся. Есть целевое и бюджетное. Сколько мест на бюджет на целевую форму обучения мы узнаем в мае, в конце мая. Тут немножко сложнее. Если организация направляет абитуриента на целевое обучение, то организация должна ему платить стипендию. И абитуриент, студент, извиняюсь, по окончанию должен 3 года отработать. В какое время дня учатся магистры очной формы обучения? Возможно ли совмещение с работой? Был вопрос про то доустройство. Я хотела вставить там ремарку, но скажу ее здесь. Практически все, наверное, 99,9% наших магистрантов работают. И в отличие от бакалавриата, аудиторная занятость в магистратуре гораздо меньше. И очень редко случается ситуация, когда в день у магистров более двух пар. Мы, в свою очередь, стараемся делать расписание максимально комфортным для магистрантов. То есть это либо две пары с утра, либо две пары вечером, так, чтобы ребята могли совмещать учебу с работой. Ни у кого пока сложностей не возникло, все успевают и учиться, и работать. Кроме того, к нам постоянно приходят запросы от работодателей подыскать подходящую кандидатуру для той или иной должности. И очень часто оказывается ситуация, что все магистранты уже трудоустроены. И совмещать однозначно можно. Большое спасибо вам за ответы. Надеемся, что еще с вами увидимся. А на этом все. До скорых встреч!